МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рузвельт прекрасно понимал, как великий политик, что после победы Красной Армии под Москвой, Сталинградом и Орловско-Курской духе вопрос о разгроме фашистской Германии в принципе решен. И поэтому стремился на встречу Сталина, осознавая, что советская держава продемонстрировала и сплоченность общества, и индустриальную мощь, так и заявил, что индустриальный Урал побеждает индустриальный РУР. И в этом связи предлагал Сталину срочно провести встречу, называя целый ряд мест. Там был и Египет, и Алжир, и даже Аляска. Сталин ответил коротко, как верховный главнокомандующий, в условиях войны я не могу ехать дальше Тегерана. Для Тегеран оказался для Рузвельта неприемлемым, но после трех дней раздумий, прекрасно понимая цену этой встречи, он согласился, проплыл и прилетел в сопровождении девяти эсминцев, почти 17 тысяч верст, только для того, чтобы, встретившись с Сталином, определить главные параметры развития мира в будущее. Он хотел во что бы то ни стало втянуть в Советский Союз войну против Японии, а Сталин поставил своей задачей добиться открытия Второго фронта, прекрасно понимая, что это сбережет миллионы советских солдат. Рузвельт, после того, как Сталин согласился открыть фронт против Японии, заявил, что это мне сбережет минимум 2 миллиона моих соотечественников. Сталин наставил крайне жестко на том, что был назван срок открытия Второго фронта, были определены его масштабы и согласованы все военные действия. Черчилль тащил нас вместе с Рузвельтом в Средиземное море, но было принято историческое решение, которое и обеспечило совместную победу. Тогда американская пресса взахлеб рассказывала об итогах этой встречи. Все считали, что добились уникального решения, а фашистская Германия поняла, что им придется проигрывать эту войну. Я об этом подробно рассказываю, потому что в Америке вышла уникальная книга, посвященная этому событию. Но наши печати, средства массовой информации, помалкают об этой уникальной истории. Больше рассказывают о том, как кто кого хлопал по колену, как они поручкались на очередной встрече, но не о главном содержании предстоящей встречи. А главное содержание заключается в том, что если американцы выходят из стратегического соглашения по ракетам малой и средней дальности, то это разрушает все пять ранее принятых за последние 50 лет законов и соглашений, которые обеспечивали стабильность, стратегическую стабильность в мире. Я считаю, что мы прежде всего должны подтверждать свои намерения о полноценном диалоге с вешенной и разумной политикой, которая позволила бы выполнить послание президента. Еще раз напоминаю, что в послании президента, которое прозвучало в начале марта, были поставлены три стратегические задачи. Выйти на мировые темпы экономического развития сегодня не составляют 3,5%, добиться того, чтобы наша страна попала в пятерку самых могучих и развитых стран и одолеть бедность. Тот бюджет, за который вчера проголосовала «Единая Россия» при поддержке жириновцев, не дает никаких шансов решить эту проблему. Мы наставили на бюджете развития в 25 триллионов. Мы предложили 12 законов, которые позволяли решить эту проблему. Мы провели развернутое слушание об опыте наших руководителей, которые возглавляют Иркутскую область, Новосибирск и Орловскую область о стратегическом планировании. Мы внесли проекты законов о промышленной политике и стратегическом планировании, которые были поддержаны Думой и одобрены президентом, но их реализацию правительство затормозило практически на три года. Тот бюджет, который принят, полностью перечеркивает эту возможность еще на ближайшие три года. Если подобная политика повторится и при формировании бюджета в следующем году, это означает полностью подрыв тех обещаний, которые давал президент стране и которые сформулированы в его послании. Более того, тот либеральный блок, который укрепился в правительстве Медведева после президентских выборов, ведет себя, на мой взгляд, абсолютно провокационно. Он бросает в общество одно решение, один проект за другим, который полностью парализует социальную сферу, ликвидирует Россию, разрушает как социальные государства и подрывает технологическую прорыву в будущее. Поясню свою мысль. Мы считали, что прежде всего надо снижать НДС для того, чтобы снижалась себестоимость продукции и раскрывали их возможности для высокотехнологического производства. Вместо этого получили повышение НДС. Мы полагали, что в условиях огромных потоков нехти, которые мы продаем за рубеж, можно было бы организовать углубленную переработку, снизить цену на энергоносители и тем самым раскрыть возможности для устойчивого развития всех отраслей, в том числе и малого-среднего бизнеса. Получаем совершенно обратную политику. Идут дальше, вносят закон о пенсионной реформе, который грабит страну, унижает всех граждан и подрывает доверие к власти. Рухнул и рейтинг президента Единой России почти на 20%. Выборы в Приморье, в Хакасии, Хабаровске, в Владивостоке красноречивые тому подтверждения. И попытки их подменить всякими фальсификациями уже не обманывают народ. Вот та идеологическая молотилка, которая раньше помогала власти, сегодня не работает, она дает огромный сбой. Вслед за этим уносится закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. С тем, чтобы их разрушить, опять распродать и рассовать деньги по карманам. За этим стоит полная дестабилизация нормального управления, внутренней жизни. Посмотрите на судьбу 10 городов Украины, которые замерзают. Там прежде всего это связано с тем, что никакая внутренняя служба не подчиняется реальной власти. Каждый тащит свой карман, позабыв о том, что надо отапливать больницы, школы и надо подавать тепло в жилые кварталы. То предложение, которое внесло правительство Медведева на сей счет, на мой взгляд является абсолютно провокационным. Оно лишает возможности нормального обеспечения транспорта, включая муниципалитет и авиация. Оно не дает возможность доставить лекарства в отдаленные районы. Оно подрывает возможность управления коммунальными службами. Я проконсультировался с ведущими руководителями крупнейших городов. Они сказали, что это полностью лишает нас возможности нормально управлять жилищно-коммунальным хозяйством и гарантировать гражданам обеспечение водой и всеми другими коммунальными услугами. В целом мы считаем, что та политическая линия, которую проводит в последнее время Единая Россия, дискредитирует послание президента и крайне опасна для нашего общества. Наша программа «10 шагов достойной жизни» является базовым документом. Мы под эту программу продолжаем разработку и внедрять опыт народных предприятий. Сегодня, подведя итоги их работы в текущем году, можно смело заявить, что наши предприятия народные, будь то Казанкову-Мариэл или Грудинина здесь, в Подмосковье, Богачеву на Ставрополье или Сумароково в Иркутской области оказались лучшими. Они лучшие по всем показателям. Там самая высокая зарплата. У Сумарокова она уже превысила 100 тысяч рублей. Там полный социальный пакет. Там гарантии каждому гражданину нормального жилья, коммунального обслуживания и социальных удобств. Там есть перспектива на будущее, есть рабочие места. И нет упырей посредников, которые обирают граждан и разрушают социальную сферу. Мы призываем всех граждан активнее консолидировать свои усилия вокруг народно-патриотических сил. На повестке дня вопрос о формировании правительства народного доверия и вывода страны из реального кризиса. Единая Россия вместе с правительством Медведева с этой задачей не справляется. Более того, либеральные силы во главе с Кудриным вообще предлагают поднять белый флаг и сдать страну на откуп победителям. Мы считаем, что эта политика еще более предательская, совершенно недопустимая для нашей страны. Входим в Новый год, подводим итоги. Итоги нынешнего года, они хорошо просматриваются в принятом бюджете. Он не отвечает ни на один вызов, который есть в мире, и ни на один пункт, который сформулирован в послании президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова